Доброго времени суток, друзья! Как всегда у микрофона Док Браун и сегодня речь пойдет о том, когда же нам с вами ожидать запуска русского сервера SteliOnline. Я прекрасно понимаю, что многие уже давно ждут обещанное ЗБТ, а оно все никак не начнется. Да и многим просто уже надоели постоянные посты в официальном паблике с разными гифками и скриншотами из игры. Однако, последнее время наконец-то начали появляться разные новости от издателя, так что я постарался собрать все самое интересное, в том числе и информацию о том, когда же уже нам дадут поиграть. Падайте в кресло, дальше будет интересно. Но перед началом хочу порекомендовать вам youtube-канал «Лучшее MMORPG». Там вы найдете множество интересных обзоров, старых и новых ММО-проектов, а также игровые новости. А в общем, если хотите быть в курсе всего интересного, переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь. А теперь возвращаемся к SteliOnline. Сразу хочется начать с хороших новостей. Наконец-то издатель заверил всех ждунов в том, что уже в этом году мы точно сможем пощупать игру. Правда, пока что только на ЗБТ. Проблема лишь в том, что точной даты нет. Геймнет ограничились лишь тем, что ЗБТ пройдет в четвертом квартале этого года. А это на секундочку разброс в три месяца. Стоит сказать, что нам с вами сообщили о русском сервере SteliOnline еще в марте 2018. И вот с тех пор многие ждут. Однако спустя почти год в январе 2019 стало известно о том, что игра также выйдет и на западном рынке. Интересно то, что пока мы с вами все еще ждем хотя бы точную дату запуска ЗБТ русского сервера, в Европе уже прошло два закрытых бета-теста и уже намечена дата старта открытого бета-теста. Любопытно, почему на западе справились намного быстрее, чем ребята из геймнета? Как думаете? Ну да ладно, не будем о грустном. Сразу скажу, что примерные сроки запуска УБТ издатель тоже уже назвал. Это первый квартал следующего года. То есть весной 2020 года мы с вами уже точно сможем поиграть в Астерию онлайн. Стоит сказать, что в отличии от западного сервера у нас игра будет бесплатной. Однако так же как и в Европе на русском сервере не будет привязки класса к полу персонажа, что наверняка многих порадует. Но пока что мы все еще ждем информации о том, какой в игре донат магазин. Так как если он будет такой же как и на корейском сервере, то это не очень приятно. Ну в общем подождем увидим. Да кстати, кому прям не терпится поиграть в Астелия, вы реально можете сделать это отправившись на евросервер. Но готовьтесь, что вам придется либо единоразово выложить за нее 40 долларов, либо оплачивать ежемесячную подписку в размере 10 долларов. Но зато там не будет такого донат магазина, как в Корее. В общем продолжаем ждать точных дат запуска ЗБТ в России и следить за проектом. Если хотите быть в курсе всех самых свежих новостей, то подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Да кстати, напишите, ждете ли вы запуска стели онлайн в России и будете ли вы в нее играть. На этом все. Спасибо, что смотрели. Всем удачи и побольше крутых игр. Пока-пока.